МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире обозрение Тюмень спортивная. В ближайшие полчаса мы расскажем о наиболее заметных событиях в физически-культурной и активной жизни региона. Сейчас коротко о том, что вы увидите в первой половине программы. Футбола не будет. Если в отечественной премьер-лиге сезон решено доиграть, то в ФНЛ, куда стремится вернуться клуб Тюмень и в ПФЛ, где он пока выступает, нет. Серьезное приобретение под серьезные задачи. Приобретение новичков, с которыми подписал соглашение хоккейный Рубин, навевает именно такие мысли. Смена рулевого, правда, на еще более молодого и менее искушенного в тренерских делах. В Тюменском легионе новый главный наставник. РФПЛ играет. Почему мы не можем доиграть? Тоже без зрителей, так же провести. Даже в одном городе можно собраться, доиграть, грубо говоря, эти матчи. А с другой стороны, понятно, директора все сидят, они же умные люди. И общие сведения все эти рассматривают. Это опасно. Может, с другой стороны, чтобы эпидемии не вызвать, все равно понять можно. Если смотрели чемпионат, вот как раз Бундеслига начала, и на замене сидели игроки через три сидения. И это же все равно выглядит как-то. Это, во-первых, опасно, как мне кажется. И лучше переждать, я считаю, вирус этот. Итоги чемпионата подведены по состоянию на 17 марта 2020 года. Наш клуб, выступающий в зоне Урал-Приволжье 2-го дивизиона, занял 10-е место с 14 очками. Столь низкая позиция сибиряков обусловлена наказанием в 12 баллов, которое последовало после обращений бывших футболистов Тюмени в спортивный арбитражный суд. Но сейчас мысли как руководства клуба, так и игроков уже в следующем сезоне. Но даже во время самоизоляции, находясь в ожидании ответа, будет ли доигран чемпионат, футболисты Тюмени продолжали тренироваться дома, выполняя комплекс упражнений, который разослал игрокам тренерский штаб. Все группы мышц, все равно, что все в том содержание, только ноги. Что и ноги, пресс, спина, верхний плечевой. То есть все равно, если одно качаешься, то другое сразу слабеет. Полтора часа это, как правило, уходит. Но это различные планки, работа с резинками. И вот статические упражнения, пресс, спина, отжимания. Ну, в общем, классические упражнения, которые мы также после тренировок делаем, перед тренировками, чтобы тело держалось в форме. МММ. Для слуха российского обывателя, особенно для тех, кто постарше, это вызывающая, очевидно, неприятные ассоциации аббревиатура. Но весной 2020-го болельщики Тюменского хоккейного клуба «Рубин» именно так успели окрестить первых новичков команды, взяв первые буквы их фамилий. О защитнике Игоре Мережко и форварде Никите Мокине мы рассказывали неделю назад. Третьей трансферной удачей менеджмента клуба стал нападающий Алексей Митрофанов. Конечно, если ты подписываешь не Никиту Кучерова, нельзя заранее сказать, что игрок точно вольется в команду. Но, по крайней мере, на бумаге Митрофанов выглядит несомненной находкой. И это при том, что «Рубин» никогда не берет хоккеистов, основываясь лишь на их статистике. Все кандидатуры ведутся планомерно, с учетом игровых и человеческих качеств спортсмена. А факторов, играющих в пользу того, что Митрофанов в команде Михаила Звягина не затеряется, достаточно. Прежде всего, помогут непосредственно хоккейные умения. Алексей выделялся с юношеских лет. В 18 воспитанник воскресенского хоккея попал в МХЛ и в первый же сезон выбил 54 очка. Его тут же забрали в Уфу. И за толпар на следующий сезон форвард набрал невероятные 104 очка в 63 матчах, забросив 48 шайб. К слову, в той же команде играл Никита Мокин, с которым они периодически даже оказывались в одном звене. В 20 лет Митрофанов дебютируют в КХЛ за Салават Юлаев, в те времена напичканы звездами. После пары матчей его отправляют в ВХЛ, в Торос. И вот уже 6 лет Алексей держит тринаме статусного нападающего лиги. С нефтекамским клубом он выигрывал золото чемпионата 2015. Некоторое время поиграл в Воскресенский за родной химик, после чего получил китайский опыт в Цент-Тоу. Прошлый сезон начал в Ханты-Мансийске. Там же провел шикарный чемпионат 2018-2019, набрав 49 очков в 56 матчах. Югру Алексей покинул в ноябре, присоединившись к Соколу. За Красноярский клуб сыграл в прошлом сезоне 38 поединков и тоже был результативен, заработав 24 балла. Трижды форвард отличился в плей-офф. Его статистика в лиге впечатляет. 267 матчей, 65 шайб и 60 голевых передач. И это при том, что с таким опытом в 25 лет он еще и близко не лимитчик. Теперь этот мастер будет защищать цвета Рубина, чему, к слову, и сам очень рад. Я очень рад в своем переходе в хоккейный клуб Рубин. Для меня профессиональный контракт с Рубином – это шаг вперед, потому что команда всегда идет на ведевших позициях и бьется за первые места. Каждый раз, когда я придал играть в Тюмень, чувствую мощную поддержку болельщиков. Очень рад стать частью этой команды. Буду всегда стараться, вас радует и отдавать все силы в каждой игре. Список крайних форвардов Рубина уже сейчас впечатляет. Митрофанов и Мокин составят компанию Денису Давыдову, Вадиму Кравченку, Роману Горбунову и Семену Иванову. Вот вам огненные крылья уже в три звена. Это при том, что пока не ясно, останутся ли в клубе или снова попробуют себя в КХЛ, два тюменских Егора – Попов и Бабенко. Плюс есть молодые воспитанники – Иван Степанов и Михаил Сусликов. Разве что на позиции центрфорварда пока маячит лишь мощнейшая фигура Дениса Ичменева. Но очевидно, что игроки этого амплуа тоже вскоре присоединятся к тюменскому клубу. Руководство тюменского хоккея придерживается четкого вектора. И курс на своих воспитанников менять не намерено. Все больше местных игроков появляется в главной команде – Рубин. Молодежный тюменский легион и вовсе состоит только из юных мастеров собственной школы. Более того, на должность тренера коллектива МХЛ теперь выдвинут тот, кто сам играл за него несколько лет назад. Назначение Рустама Камалова уже стало одним из главных событий межсезонья. Последние три с половиной года командой руководил Владимир Гусев. Он провел у руля легионеров 209 матчей. Владимир Витальевич, к слову, уже сказал, что имеет устное соглашение с руководством клуба о том, что останется в структуре «Хакарубин» и, скорее всего, будет работать в школе. А молодежку к новым свершениям поведет Рустам Камалов. Я был приятно удивлен за предоставленную мне возможность, постараюсь их оправдать. Сказали подготовить конкретно способную команду, руководство клуба обозначило свои задачи. Будем стараться их выполнять. Уникальный случай. Впервые за 11 лет существования МХЛ команду возглавил тот, кто сам же в ней играл. Камалову всего 28 лет. За тюменскую людовую дружину, тогда называвшуюся «Газовик», защитник с 2010 по 2012 годы провел 106 матчей. Вскоре он завершил карьеру и тут же ступил на тренерское поприще. Так что, несмотря на возраст, уже имеет определенный бэкграунд за спиной. И на разговоры о своей молодости старается не размениваться. Обращать внимание на каждые какие-то там доводы, какие-то там сплетни за спиной. Ну, это их дело. Как бы не первый год уже работаю, с родителями сталкивался, а также и с болельщиками теми же самыми. И все прекрасно знаю. Ничего страшного не будет. В решении руководства клуба доверить молодежку Камалову есть еще один резон. В прошлом сезоне Тюменский легион серьезно омолодился. Пришли масочники 2002-2003 годов рождения, которые ближайшие годы будут основой сибирского коллектива. На подходе парни 2004 года. Именно с ними Рустам Максутович как раз прекрасно знаком. Я работал с 2003 годом рождения. Последний год работал с 2004 годом рождения. Уже имею представление об игроках, кто сможет себя проявить в молодежной команде. И да, я знаком. Соответственно, чтобы привлекать их в молодежную команду, я больше с ними знаком. С наставником Рубины Михаилом Звягиным Камалов пообщаться еще не успел. Пресловутый коронавирус. Но четко понимает, что главная задача молодежной команды – готовить игроков в основу. Антон Сыбин, Иван Степанов, Александр Ильин, Михаил Сусликов. Важно, чтобы поток тех, кто сумеет ухватиться за свой шанс заиграть в первой команде, не прекращался. Для этого необходима системная работа, которая подразумевает не просто пестование юных талантов, но и подготовку их к тем требованиям, которым нужно соответствовать в Рубине. У нас все равно политика клуба, есть главная команда, и мы должны придерживаться той игры, которую предлагает нас главная команда. У них есть своя тактическая линия, и мы будем придерживаться к этому. Будем также подготовить игроков для того, чтобы они уже подходили более подготовлено под Рубину, чтобы не были растеряны. Тренировочный процесс в российском хоккее традиционно начинается в июле. Но молодым игрокам очень важно и сейчас, в условиях пандемии, не размякнуть на диване. Потом будет мучительно больно восстанавливать форму. Новоиспеченный главный тренер легиона старается за этим следить уже сейчас, поддерживая постоянную связь с подопечными. Конечно, идет дистанционная работа, чтобы они были всегда в тонусе, чтобы они всегда подготовлены. После такой паузы, чтобы они были все подготовлены. Известно, что в тренерский штаб Камалова войдет многоопытный Валерий Тушенцов, который работал и с Гусевым. Имя еще одного помощника будет объявлено позже. Два месяца назад лыжница сборной России Татьяна Сурина стала мамой. Но пропустившая прошлый сезон спортсменка терять еще один не собирается. И уже через 14 дней после родов начала постепенно готовить организм к физическим нагрузкам. В период самоизоляции Татьяна выполняла различные упражнения дома по разу в день. Но посвящала занятиям не больше двух часов, ориентируясь на самочувствие. Как только в Тюмени распогодилась, молодая мама, под чутким присмотром мужа Егора Сурина, вышла тренироваться на свежем воздухе. Отжимания. Ноги на артемельку. Широким вхватом. Сейчас мы работаем над всеми группами мышц. Сейчас мы восстанавливаемся после родов. То есть мы используем достаточно широкий комплекс упражнений, чтобы все мышцы привести в тонус. Мы не решаем задачи какого-то локального характера, учитывая тайные слабые стороны именно на лыжне. Сейчас у нас задача первые три месяца – это восстановиться и плавно втянуться в тренировочный процесс. Мы восстанавливаем аэробные качества с помощью аэробной подготовки, длинных тренировок, порядка полутора часов. Кросс, велосипед, как сегодня. После велосипедной прогулки по окраине города Татьяна продолжает тренировку на спортивной площадке во дворе. Спасает то, что оборудована она очень прилично. А коврик, петли ТРХ и фантазия наставника позволяют придумывать массу различных упражнений. В перерывах между которыми молодая мама бежит к коляске, чтобы посмотреть, насколько сладко спит двухмесячная София Сурина. Сначала было непривычно, даже задумалась, как я буду тренироваться. Сейчас уже более-менее все нравится, даже вдохновляет ребенок. Хочется тренироваться все больше и больше, особенно когда рядом на тренировке. Мотивация есть, да, ее больше, но пока я не могу это представить, как это все совместить. Уже получается понемножку. Но пока не знаю, как это будет. Многие, конечно же, рожают в первую очередь, может, чтобы кому-то легче становится тренироваться. Ну, в плане, ну, делать девушкам, зная, что они уже мамы, что они уже непосредственно задачу одну из своих жизней, одну из задач в жизни своих выполнили. Порой даже он останавливает, говорит, хватит, там не надо, нужно восстановиться. Так как был долгий отдых, все равно хочется, хочется все быстрее, быстрее. Но все-таки я понимаю, что лучше потихонечку, помаленечку, чем я сразу в омут с головой, потом не смогу ничего делать. Когда я выхожу на тренировку, он рядом, бежит с коляской, это еще больше хочется тренироваться. Поэтому в этом большой плюс, конечно, что он тренер, и он рядом с ребенком. Сейчас лыжники сборной России, входящие в группу Егора Сорина, тренируются в домашних условиях по индивидуальным планам. Но даже в таком режиме наставнику удается следить за выполнением проделанной работы. Все спортсмены без исключения раз в два-три дня присылают видео тех или иных упражнений, выполнений или силовых упражнений, или технических упражнений. Плюс они на ежедневной основе скидывают все данные со своих пульсометров. То есть, в принципе, контроль даже более серьезный, более жесткий, чем в условиях сбора. В мае атлетам топовая лыжероллерная трасса не нужна. Для втягивающих тренировок достаточно лесов, полей и равнин. Весь объем работы, запланированный на последний месяц весны, можно выполнить и в условиях самоизоляции, что они и делают. Искать шансы их обязывает название команды, ждать возможности, надеяться на то, что хотя бы тренировки в будущем все-таки разрешат. Ведь для многих из них спорт едва ли не главное отдушина в жизни. Речь в следующем сюжете пойдет о тюменском команде по баскетболу на колясках. Парни из шанса – неоднократные призеры чемпионата России. На внутреннем уровне команда уже давно заработала себе репутацию одной из лучших в стране. Сегодня баскетболисты сидят дома, однако рук не опускают. Тем более послабления на тренировки официально одобрены. У каждого из нас, у каждого из ребят есть дома гантели, мяч баскетбольный, различные тренажеры, резина. И поэтому даже когда мы в летний период находимся в отпусках, мы все равно занимаемся. Во дворах у нас практически у всех есть баскетбольные площадки. Ребята выходят и бросают. И сейчас с наступлением тепла ребята тоже смогут выходить, поддерживать форму. Конечно, это немножко не то, но по крайней мере мы занимаемся. Лидер и легенда шанса уже на протяжении многих лет – Алексей Городецкий. В ситуации, когда были отменены тренировки, в подъезде соорудил турник. Кто-кто, а он в форме всегда. Такой незапланированный отдых у нас получился. Ну, отдых как? От активных тренировок, от всего. Ну, конечно, тяжело. Уже полтора месяца, уже, наверное, даже больше, как мы вышли на режим самоизоляции такой. Ну, режим самоизоляции для нас, конечно, не ограничивается только изоляцией. Мы все равно продолжаем дома заниматься, поддерживать свою физическую форму. Но хоть мы не получаем сейчас именно тренировок технических, так как занимаемся баскетболом, баскетболом на колясках, вот именно практики такой не хватает. Но что касается общей физической подготовки, дома стараемся, конечно, выполнять. Нет худа без добра. Пусть Алексей – человек с ограниченными возможностями, но он всегда старается быть в движении. Тренировки, сборы, участие в играх национальной команды. Сейчас, в период самоизоляции, уделяет максимально возможное внимание семье. А она большая. У Городецкого трое детей. Жена вообще рада, конечно. Потому что и дома, получается, помогаешь. Ну, и с детьми больше времени проводишь. Потом, когда сборы, когда даже элементарные каждодневные тренировки у нас уходят, ну, проходят, все равно ты отлучаешься из дома там на несколько часов, получается. А когда двое маленьких детей, ну, ей как бы тяжело. А сейчас все в сборе, все вместе. Когда вместе и занимаемся, то я с детьми занимаюсь. Когда они мне помогают. Текущая ситуация для Шанса особенно обидна. Ведь именно перед этим сезоном удалось собрать команду, которая реально могла претендовать на титул чемпиона страны. Серебро и бронза уже есть. Золото же виделось вполне осязаемой перспективой. В этом году мы ставили себе задачу бороться за первое место в чемпионате России. Потому что мы набрали хорошую форму, усилились. И настоящая ситуация все может перевернуть в любом виде спорта, и в нашем частности. Поэтому постараемся как можно с меньшими потерями выйти из этой ситуации. Ну, и задачу бороться за первое место в чемпионате России не оставляем. Капитана Шанса расстроил еще один факт. В марте он мог побывать в Швейцарии. Вместе еще с одним тюменцем Ильшатом Сагитовым. Как одних из лучших игроков страны, их для участия в матчах Евролиги пригласил в свои ряды Питерский Невский Альянс. Поездка не состоялась. По спортивному очень было жалко, что не получилось. У нас были очень хорошие шансы, я считаю, выступить достойно и выйти в финальную часть. Ну, уже сыграть в финале потом в апреле. В этом плане, да, конечно, большое разочарование, что мы не поехали. Но с учетом того, какая ситуация уже была в Швейцарии на тот момент в марте месяце, там уже было, ну, Италия рядом, много было уже случаев заражения. Может быть, благо этому, что мы вернулись благополучно домой, скажем так, не заболев. Первый тур чемпионата России был запланирован на апрель, а решающий – на ноябрь. По всем прогнозам, ситуация с коронавирусом к началу осени обязана устаканиться. Так что все возможности для ужатия календаря есть. Этим парням сейчас непросто, как и всем. Ну, уж чего-чего, а характера им не занимать. Ну, вот так. Всем здоровья. Занимайтесь. Тюменские шахматисты – большие мастера своего дела. Но, как и все их коллеги в мире, они тоже были вынуждены перейти на игру в интернете. А у виртуальных интеллектуальных матчей есть как неоспоримые плюсы, так и жирные минусы. О чем нам рассказал сибирский гроссмейстер Максим Чигаев. Если для массового развития шахмат в мире самоизоляционный период и мог прибавить популярности в интернет-играх, то для профессионалов переход в онлайн – это обоюдоострый меч. Увы, даже верховодам фигур обман не чужд. С читерством постоянно сталкивается известный шахматист международного уровня Максим Чигаев. Для действительно профессионалов, кто зарабатывает исключительно игрой в турнирах, я не скажу, что это прям здорово. Я просто каждый турнир играю с человеком, который использует подсказки. Вот просто каждый раз. То есть не было еще ни одной партии, ни одного турнира, где бы я сыграл просто с 10 людьми. И вот, к сожалению, читерство сейчас – это главная проблема интернет-шахмат. Грубо говоря, за 50-100 долларов готовы рискнуть репутацией и просто опозориться на весь мир. Где точно нет никакого мошенничества, а лишь ловкость мысли, так это в дружеских поединках. Максим Чигаев вместе с еще одним знаменитым тюменским гроссмейстером Данилом Юфой в составе российской команды «Молодежка» проводят дружеские матчевые встречи с международными соперниками – итальянцами, поляками, кубинцами и другими. Первый матч у нас изначально был со сборной Италии, просто в поддержку итальянцев, потому что их пандемия больше всего затронула. А потом как-то вот у нас, так сказать, двигатели вот этих товарищеских матчей – это, конечно, Владимир Алексеевич Поткин и Данил Юфа, естественно. То есть, ну, поэтому приятно победить. Мы все матчи выиграли, потому что, вот объективно, у нас просто молодая команда, и мы все играем хорошо в Блиц. Вот, но тем не менее, то есть всегда приятно поиграть именно с людьми. Недавно Чигаев стал обладателем Гран-при Тюменской области по онлайн-шахматам, посвященным Великой Победе. Из штанишек регионального уровня молодой гроссмейстер, конечно, вырос, поэтому турнир стал отличным сеансом передачи опыта молодому поколению тюменских интеллектуалов. Формат, на самом деле, довольно интересный. То есть, опять же, и там молодые ребята, в принципе, поиграли там и со мной, и с Данилом Юфой, потому что, ну, мы, во-первых, в местных турнирах довольно редко играем, да и в целом, даже если мы в них играем, многие ребята, в принципе, до нас не добираются. В мире шахмат также ожидается постпандемийный кризис. Большинство турниров может не пережить экономических последствий, но онлайн-события по типу карантинного турнира Магнуса Карлсона или Кубка наций, по мнению Чигаева, должны быть более динамичными для зрителей в интернете и на телевидении. Ну, мне кажется, что все-таки интернет-шахматы, если у них есть какая-либо перспектива, да, там, в плане киберспорта и еще чего-то, они берут за счет динамики именно, за счет блица там какого-то, а вот по 15 минут, ну, я не знаю, то есть, мне кажется, что не очень динамично и не очень понятен интерес, вот. Ну, а что касается именно там каких-то элитных шахмат, они в любом случае без денег, ну, не останутся. Шахматиста выбить из седла очень сложно. Вот и необычная пауза жизненный график Максима особенно не потревожила. Хотя общечеловеческие приятности приверженцам интеллектуального спорта тоже не чужды. Именно, что касается там распорядка дня, грубо говоря, меня это не сильно все затронуло, потому что я довольно редко в целом из дома и так выхожу. Ну, единственное, конечно, чего не хватает, это физической активности, да, то есть, там, тренажерки не хватает, понятно, просто прогулок каких-то. Ну, мы там с женой, конечно, купили всего, чего только можно, там, для фитнеса, но это, конечно, ну, неравноценная замена. Из не шахматных дел, например, я думаю, что самое главное мечта это в барбишоп сходить сейчас, потому что, ну, как-то уже очень тяжело. Ну, и понятно, что там какие-то вещи, там, типа, поход в ТЦ, условно, в кино, там, еще куда-то, там, с друзьями посидеть, это, ну, тоже, разумеется. Самоизоляция не повод сидеть дома, сложа руки и свесив ноги. Особенно, если ты профессиональный спортсмен. Воспитанник школы тюменского хоккея, а ныне нападающий красноярского «Сокола» Артем Севастьянов, решил заниматься по индивидуальной программе. Всем привет, занимайтесь спортом, несмотря на карантин. Всем счастья, здоровья и удачи! Не сидит без дела и один из детских тренеров школы футбольного клуба «Тюмень» Максим Евдокимов. Он запустил челлендж для своих коллег. Приду челлендж всем тренерам и игрокам футбольного и мини-футбольного клуба «Тюмень». Тюменский боец смешанных единоборств Роман Мухамедшин адаптировался к домашним тренировкам гораздо лучше многих других коллег. Он поддерживает свою спортивную форму под чутким контролем домашнего питомца. Это был последний сюжет на сегодня. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин